приветствую всех друзьям мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по проекту server lake в прошлой части мы уже прокатились по всему острову кое-что смогли посмотреть остановились мы на том что сделали одну доставочку и я решил за кадром покататься еще поделать почтовые доставки чтобы заработать денежков на дальнейший обзор ну и вот этим то я в общем то и занимаюсь ну а решила я вам показать вот эту часть только из-за того что мы затронули одну тему прошлой серии что поднимаясь вверх по карте автор сделал некое решение перехода с летнего к зимнему состоянию этого проекта и вот сейчас мы находимся в летней части в самой нижней части карты и как видите здесь растут пальмы здесь такие дачные домики стоят кстати это вот массив до домов которые здесь представлен уже как видите двухэтажные мы в первой части посмотрели на такой же загородный поселок но там стояли одноэтажные дома здесь как видите уже представлены двухэтажные дома ну здесь как и везде в общем-то ярко выражено однообразие одни и те же дома одни и те же дома немного разбавляет это однообразие вот эти вот растущие пальмы ну повторюсь что эти пальмы растут только в нижней части карты то есть в южной части этой карты но еще немножко сглаживает картиночку вот эти вот высотные дома хотя они в общем то просто грубо говоря картонки декоративной картонки это бесфункциональные дома. В то же время нагромождение вот этих одноэтажных, однотипных магазинов начинают заводить в заблуждение. Я уже перестал ориентироваться, где я нахожусь, по какой улице я еду. Все одинаково, все однообразно. Единственное, что бывает, попадаются вот такие вот объекты, как вот этот парк, на котором приходится заострять внимание и от него ориентироваться. Дальше же мне пришлось перезайти, потому что шум дождя меня начал уже на самом деле убивать. Очень длинный дождь, просто очень. Всю бурю, то есть 4 часа лил дождь. Это просто невыносимо. Я перезашел в надежде, что будет ясная погода и вот, как видите, мне повезло. Действительно все, тучи рассосались и стала ясная погода, и дождя больше не было. Вот как, кстати, выглядит здесь полицейский участок или департамент шерифа. На самом деле прикольная такая светлая зданица. Мне оно понравилось. Какое-никакое, а все-таки разнообразие. Ну, еще раз упомяну эту прекрасную дорогу на этом проекте. Четырехполосное шоссе, смотрите. Еще мне очень понравилось, вот там вот, видите, на горизонте линия белого песка. Вот справа идет пляжи, сделанные из белого белоснежного песочка. Прикольно. Кстати, здесь же недалеко и находится точка добычи песка. А вот этот объект, который находится справа по курсу, это заброшенная ярмарка. Хотя, сразу-то так и не скажешь. Пока не подъедешь и не рассмотришь все поближе. Вот здесь есть поле для мини-гольфа. И, как всегда, в духе этого проекта куча однообразных объектов. Это торговые точки. И, как уже я и говорил, автор не умеет вовремя остановиться и нагородил их просто одно огромное количество. Также здесь, как мы видим, стоят заброшенные аттракционы. Я уже в начале этого обзора говорил, что здесь есть объекты, в которых нет текстур. Вернее, текстуры-то есть, а вот модельки нету. Поэтому через эти аттракционы можно ходить насквозь. Ну и вообще, я бы подверг сомнению нужность такой локации. Для игрока, для обычного игрока, она никак, ну никак она не нужна. Вот просто один раз заехать, посмотреть и все, как бы она и с игры, и из памяти игрока удалится. Потому что делать здесь абсолютно нечего. На мой взгляд, просто зря потраченное время. Данная локация абсолютно не имеет никакого значения для этого проекта. Ну, а вот так вот здесь выглядит точка добычи песка. Как я говорил, песочек мне здесь очень нравится. Смотрите, какой он белый. Ни на одном из островов, ни на Алтисе, ни на Тоно нет ничего подобного. Выглядит, конечно, бомбически. Даже, как можно видеть, поставлена какая-то конструкция. Конечно, к песку отношения не имеет, но все равно стоит и стоит чушь. Ну, а мы тем временем подъезжаем еще к одной точке доставки. Это, я уже не знаю, по-моему, шестая у меня доставка будет. Я их, конечно, не показывал, вырезал. Но вот что это за город, я уже не знаю. Я запутался в этом однообразии. Что это за города, бог его знает. Издалека выглядит прикольно, на самом деле. Такая большая магистраль, и вот эти дома. Но, как я уже говорил, дома эти бесфункциональные. Опять огромное количество однотипных магазинов. Ну, ладно. Вообще, на самом деле, вот этот город, не знаю, как он называется, но мне понравился больше всех. Ну, есть в нем что-то такое вот приятное, что ли. Если бы еще разнообразить промежутки между этими домами, какими-то домиками, например, с того же Тонова, мне кажется, было бы гораздо прикольнее. И как-то более атмосферно это выглядело бы. Еще мне понравился вот этот городок, который, видите, вот там вдалеке на горизонте. И нет, это мы не вернулись в тот же город, в котором только что были. Это другой город, просто дома стоят точно такие же. И такая же магистраль. И, в общем-то, они все похожи. Но нет, это другой город. И этот городок мне понравился как раз вот с этого ракурса. Слева, видите, высотки. Ну, опять эти дурацкие магазины. А справа тот самый белоснежный пляж. Очень похоже на Майами. Но, как видите, не обошлось без придурья. Зачем пять одинаковых зданий сюда ставить по левой стороне? Я уже неоднократно говорил, что автору очень тяжело остановиться. Он, если начал что-то ставить, то будет ставить до самого горизонта. Ну, а в целом, городок прикольный. Он действительно похож на побережье Майами-Бич. Ну, конечно, не копия, но очень похоже. Прикольно выглядит, да? Жаль только, что жилых домов здесь нету. Как я уже говорил, все это декоративные картонные коробочки. Но вполне возможно, что автор здесь и поставит какие-нибудь жилые дома. И, может быть, можно будет покупать вот эти большие дома. Бог его знает. Мне бы на это хотелось надеяться. Ну, а дальше еще один городочек у нас на пути. И здесь я хочу посмотреть магазин автотоваров. Ну, а то есть, какие машинки здесь есть? По-моему, это магазин джипов. Давайте посмотрим. И вот я, кстати, задержался на этом домике. Я такого домика просто никогда не видел. Надо будет зайти посмотреть, что это такое себе представляет. Наверное, банк какой-нибудь. Ну, а по машинкам здесь все не очень хорошо. Как видим, машинок достаточно мало. И еще вот эти вот обозначенные красным крестиком это виповские машины. То есть, еще и не все здесь можно купить. Но машинки есть. Есть интересные. Ну, в основном стандарт. В основном стандарт. Ну, печально, что очень мало машин. Действительно. Ну, как же? Без Гелика? Куда же без него деться-то? Машинок мало. Отечественного транспорта вообще нет. Ну, а отечественного транспорта, я думаю, на этом проекте не будет вообще, потому что тематика этого острова это американское направление. Поэтому, думаю, что наших машин здесь никогда и не будет. И, как всегда, радио. Не, ну, вот эта тема с радио мне понравилась. Прикольно. Можно постоять, музыку послушать, пока смотришь в машинке. Здорово сделал. Действительно здорово. Ну, а рядом с магазином стоят вот такие вот домики. На мой взгляд, вот эти дома вообще не надо было добавлять на этот проект. Посмотрите на их текстуры. Какая-то размазня просто. Хотя первый этаж, как видите, у них задействован. Хотя дома выглядят как жилые, но если их использовать, то, как вы видите, в качестве какого-нибудь магазина. Если, конечно, такое вообще на этом проекте может быть. Ну, а так, как сами можете посмотреть, текстуры очень размазанные. Просто до неприятности размазанные. Домики все однотипные, но у них только первый этаж. Здесь, как видите, вообще размазня полнейшая. Ну, бог его знает, есть ли смысл вообще ставить такие дома на проекты. Но зато этот дом не сильно текстурированный и вообще практически нисколько не жрет фпс. Ну, и еще в этом городе мне понравилось, что есть автомакдак. То есть, вот видите, вот эта зданица, да, написано Макдональдс, и можно сюда подъезжать. Ну, естественно, это все не работает, но выглядит прикольно. Стоит, видите, ограничитель для легкового транспорта. Макдак, подъезжаем, заказываем. Но очень жаль, что это все не работает. Но выглядит прикольно. Ну, а при выезде из этого города, как видите, есть локация с каким-то мертвым лесом. Я здесь проезжал, когда еще ночью доставлял на этой же машине посылки. Ночью, в дождь, на самом деле, вот это так антуражно выглядело. Ну, даже в дневную туманную погоду тоже, видите, такой мертвый лес, такая мертвая локация. Прикольно сделано. Ну, а дальше так получилось, что мы уже заработали какие-то денежки и я хотел купить лицензии. Ну, чтобы посмотреть, как здесь сделана остальная работа. И ближайший магазин лицензии оказался вот здесь. Это бандитский лагерь. Выглядит это, как какая-то научная станция. И на этой научной станции, кстати, заметьте, здесь можно сбивать нахрен эти шлагбаумы. Не обязательно выходить и открывать их. Вот кто-то здесь уже проезжал и видите, их сбил их нахрен. Такого я тоже что-то нигде ничего не видел. Шлагбаумы обычно ставятся, они так намертво. Но здесь они сбиваются. Так вот, здесь вот так вот выглядит бандитский лагерь или укрытие бандитское, или там укрытие мафии, как оно здесь называется, я уже не помню. И тут же, кстати, меня настиг голод. Для чего вот я открыл планшет. Заодно и посмотрим, как он выглядит. На разных проектах питание делается по-разному. Где-то через планшет питания, где-то через инвентарь. Ну, как мы видим, здесь через инвентарь. То есть планшет здесь не задействован. Но планшет выглядит вот так. Я бы сказал, очень и очень скромный планшет. Хотя по этим проектам, по островам, я видел гораздо интереснее. Это, можно сказать, стандартная версия, только изменена цветовая гамма. Вот и все. Ничего удивительного в этом планшете нет. Так себе. Так себе, в общем. По функционалу этот планшет тоже такой среднячок. Он же, кстати, является телефоном. Ну, а вот непосредственно и сам лагерь. Ощущение, что автора покинула здесь креативность напрочь. Недостроенный забор, бесполезная вышка. В общем-то, ну, в общем-то, и все. Вот вы видите. Вот так выглядит здесь этот лагерь бандитов, или как он здесь называется. Кстати, аппаратик этот тоже летает в воздухе. И вот в начале, когда я покупал первую лицензию, я не заметил, а здесь, оказывается, прямо в магазине можно купить лицензию таксиста. Она найдет самая последняя. Таксиста и журналиста. Не знаю, что будет делать здесь журналист, но то, что лицензию такси надо покупать прямо в игре, это радует. А ведь на большинстве таких проектов, чтобы быть таксистом, нужно идти на сайт, писать администрации, чтобы администрация прописала вам эту лицензию таксиста. А ведь, если разобраться, работа такси на этих проектах это самая ущербная работа. Там, в общем-то, и работы никакой нет. Тебя заказывают полтора раза в день. В общем-то, а геморроя очень много. Поэтому, когда выводят лицензию прямо в игру, я всегда это приветствую. Захотел, поработал таксистом, не захотел, не поработал. Это замечательно, это плюс. Ну и вот, наконец, я сделал последнюю доставку на этом проекте. Доставили последнюю посылку, все, теперь можно покупать какой-то свой транспорт. Мы находимся в каком-то городе, не знаю, что за город, это город, как и все города на этом проекте, город мелких магазинов. Я, наверное, так и не перестану удивляться количеству этих мелких магазинчиков. Ну, это просто, серьезно, ну, это дикость какая-то. Это некрасиво, это неинтересно, это скучно. Зачем такое количество магазинов? Ну, разнообразьте как-нибудь, какими-то жилыми домами, ну, ну, что это такое? Одни магазины, одни магазины, одни магазины. И в каждом городе, вот, как понять, где я сейчас нахожусь? Они все одинаковые, все города абсолютно одинаковые. Баху знать. Но нам нужен здесь один магазинчик. Посмотрите, сколько их там еще вдалеке. Это бред, ну, серьезно, это бред какой-то. Но нам нужен магазин грузовиков. Ну, и вот тот самый магазинчик. Вы, наверное, заметили, у меня на карте все время нарисовано красным, потому что, еще раз скажу, метки здесь нет. Любые передвижения по карте сопровождаются изначальным рисованием на этой карте. Ну, а вот список того, что представлено в этом магазине. Список, давайте будем говорить честно, очень и очень бедный. Мало того, что несколько из этого списка составляют вообще стандартные машины. Ну, а вот такой машинки я не видел. Машинка прикольная, интересная машинка. Хотелось бы купить вот этот вот первый, вот этот беленький грузовичок. Мне очень понравился, но, к сожалению, столько денежков у нас нет. Но машинка интересная, мне бы хотелось на ней покататься. Жаль, конечно. Ну, вот и да, третья разновидность Камаза, то есть, из этого списка четыре машины уже стандартные. Ну, вот еще один стандарт, то, в общем-то, здесь машин-то и немного добавлено. Ну, есть вот интересные грузовички, там и века вот эта длинная, здоровая, но и вместимость у нее тоже длинная и здоровая. Есть еще вот такие Мерседесики, тоже длиннющие, смотрите, какой длиннющий, а пупеть, но, правда, очень низенький почему-то. Ну, и та же версия, только цистерна. Ну, нам, как вы видите, по карману, только, к сожалению, Камаз. Выберем тентовую версию, ну, и для нее, кстати, есть покраски, но покраски, заметьте, автор зажал, то есть, покрасить свой Камаз вы сможете только, если у вас есть випка. Такое себе решение. Бог его знает. Оставим это на совести автора. Ну, а машинка наша появилась, я сейчас что-то не могу понять. А, вон она, в темноте, все, нашел. Ну, пойдемте посмотрим на нашу машинку и уже поедем на ней. За кадром я забрал все свои шмотки с рабочей машины, переоделся, как вы видите, ну, и надо отправляться. Думаю, рассказывать про стандартный Камаз нет никакого смысла. Те, кто играл, знают эту машину прекрасно, ну, а кто не играл, это обычный Камаз. Рассказывать о нем нечего. Поедем мы с вами на добычу алмазов. Я посмотрел в планшете, цена на него самая приятная. Поэтому будем добывать алмазы. На карте написано алмазная шахта, но, как вы видите, никакой шахты здесь нету. Антуражности тоже особой нету. Ну, вот есть какая-то скала в виде большой какашки и разброса на куча мелких камней. Ну, в общем-то, все, мы добрались на место. Сама же работа ничего такого особенного себя не представляет. Присутствует анимация, действуем левой кнопкой мыши. Нажимаем, он бьет три раза, ну, и должна появиться куча. Все, три раза отмахали, теперь ищем, где она появилась. Ну, вот она сзади нас. Все, подбегаем, подбираем. В общем-то, все достаточно стандартно. Единственное, что мне не понравилось, что когда бежишь с киркой, нет возможности смотреть вниз. Почему-то автоматически меня выравнивает и я должен смотреть вверх. То есть, как только видите, я начинаю бежать, сразу меня задирает. Странная штука. Если бежать без кирки, то можешь смотреть куда тебе угодно. Но если только бежишь с киркой, то вот сразу же начинает задирать. Вот раз вверх так поднимает. Не знаю, что за хрень такая. Такое я встречаю первый раз. Какой-то баг, видимо. И, кстати, сюда мы приехали, как вы заметили, без рюкзака. Но у меня осталась сумка почтальона, поэтому туда-то я сейчас и складываю. Так бы вообще сейчас пришлось еще ехать за рюкзаком. И еще одна, не знаю, эта фишка или опять баг этого проекта. Здесь можно колошматить вот так вот и собирать одновременно. Не знаю, можно из этого извлечь какую-то пользу. Но тем не менее, если подбежать и начать собирать и тут же ударить киркой, то будешь и бить киркой и собирать одновременно. Не знаю, мне это не особо пригодилось, но вот такая фишка здесь все равно присутствует. Ну ладно, мы уже насобирали нужное нам количество, поехали в сторону переработки. И вот по поводу переработки. Ну, сам процесс мы сейчас посмотрим. Я не думаю, что он нас удивит. Удивляет вот что. Посмотрите на карту, да, есть какой-то город. Видимо, это какой-то промышленный город, потому что здесь все точки связаны с переработкой. Здесь переработка всего меди, песка, алмазов. Ну, все-все-все. Вы сами видите. Одни сплошные точки переработки. И здесь еще есть другой город, в котором есть все точки скупки. То есть здесь разделено по городам. Один город сплошные переработки, другой город сплошные скупки. А вот насколько это удобно или неудобно, я вам даже сейчас с ней не отвечу. Чтобы это понять, мне кажется, надо провести на этом проекте гораздо больше времени, нежели я. Я съездил один раз всего. из этого я не могу построить график того, как это неудобно или это удобно. Но мне кажется, в этом есть какой-то свой плюс. Ты точно знаешь, что все переработки находятся в одном месте. И точно так же ты знаешь, где можно все это продать. В общем-то, это облегчает, наверное, даже с точки зрения поиска по незнакомой карте. Ну, наверное, вот так. И мы уже добрались до точки переработки. И посмотрите, как выбрана точка переработки алмазов. Ну, я даже, честно говоря, и не знаю. Перед нами высотное здание, очень похоже на бизнес-центр. Заходим в холл, стоят белые кресла, кофейные столики, ну, или столики для переговоров. Выбирайте, что угодно. И тут же валяется бандурина для переработки. Ну, бог его знает. Серьезно, что ли, было не подобрать какого-то более подходящего здания? Ну, серьезно, не знаю. Какой-то выбор вот у автора очень странный. То перебор с магазинами, то перебор, блин, с выбором точек. Не знаю. Ну, вот, смотрите сами. Кому нравится, кому нет. Я, например, считаю, что можно было подобрать более антуражную точку для переработки. Здесь до хрена всяких зданий более индустриальных, нежели бизнес-центр. Ну, ладно, это выбор автора, как сделал, так сделал. Но сам процесс переработки длиннющий, очень длиннющий. И еще один косячок в этом процессе то, что нету кнопки выбрать все. То есть, нам надо все время вписывать. То есть, если у меня в рюкзак помещается, как видите, всего 6 элементов, да, то мне надо вручную писать переработать 6. Там, было бы у меня 20, мне надо было вписать переработать 20. И так каждый раз. Надо вписывать самостоятельно сколько ты хочешь переработать. Жаль, что нету кнопки переработать сразу все. Естественно, что показывать вам весь процесс переработки я не буду. Я показал вам один цикл и, наверное, на этом все стало понятно. И так, если можете заметить, уже светает, а я все еще бегаю перерабатываю. Пора выдвигаться в сторону продажа. Ну, и сейчас посмотрим на карте, где находится тот самый город, в котором расположены все торгаши. Ну, а вот перед вами тот самый город. И как видите, здесь расположены все точки продаж. То есть, сюда все продаем. Ну, поехали. Что время-то терять? Кстати, по пути, заметьте, попалась еще пожарная станция. Не знаю, рабочая она или нет, на карте не отмечена. А ехать-то, надо признаться, пришлось долго. Но долго мне ехать пришлось из-за того, что я, наверное, минут пять просто рисовал себе дорогу на карте, как до сюда доехать. очень не хватает метки. И еще было бы лучше проложить GPS-маршруты. Но это, наверное, совсем будет сложно. И вот сейчас как раз хорошо видно, как я запутался среди вот этих однообразных магазинов, пока искал свой нужный. А он расположен в одном из таких вот магазинчиков. Еще в начале обзора я говорил, что такое большое количество однообразных магазинов вводит вас в заблуждение. И вот сейчас я как раз пытаюсь понять, в какой магазин мне надо. Метка на карте, ну, она огромная. И понять, где именно она стоит, в каком из этих магазинов, достаточно сложно. Надо увидеть вот такую вот вывеску. Ну, вот, это и есть магазин. И так я тыркался практически в каждый магазин. Потому что метка большая, а визуальной метки здесь нету. Я не понимаю, почему ее не ставят. И нету меток на самом деле на многих проектах. Хотя этого очень и очень не хватает. но тем не менее мы все продали и сумма достаточно солидная получилась. Не зря я выбрал алмазы. Дальше я хотел проехаться здесь еще по одной точке, которая в отличие от переработки алмазов выполнена достаточно антуражно. Сделано нечто подобие, видите, порта, стоят контейнеры, краны и вот одна из точек продажи например. Но вот тут придираться не к чему. Сделано хорошо, красиво, добротно. Точка же переработки алмазов я все-таки уверен, сделана как-то не очень правильно. Далее я вернулся в аэропорт, чтобы купить все остальные лицензии. То есть лицензии домовладельца, сделать прописку в этом Silver Lake чтобы посмотреть можно ли здесь покупать дома. Может быть что-то не хватает у меня. Я купил все лицензии, денег хватило с избытком. И даже скажу более, я съездил в департамент полиции или отдел шерифа, он здесь по-моему так называется, посмотрел, может быть там какая-то лицензия продается, но ничего не помогает. Я не знаю как на этом проекте покупать дома. Абсолютно не понимаю. Я бегал здесь все, все что смог. не продаются дома, ни в какую и все тут. Здесь есть некое подобие ИБЭ, то есть тоже стоит компьютер, можно зайти в него и посмотреть что там продается. Но там продается всего одна кирка. Какой-то один человек продает кирку. Все, больше там ничего нет. Вот я бегаю по дому, пытаюсь жмыхать все кнопки. Ничего не происходит, ничего не получается. Я не знаю как покупать дома на этом проекте. Если они еще не это одно из самых важных. Где хранить свои ресурсы, вещи. Но дом это же самое главное в этой игре. Ну почти самое главное. Ну как видите я пробовал планшет пробовал никак не покупаются дома здесь и все. В порыве отчаяния я даже пытался взаимодействовать с почтовым ящиком. Думал может быть через них можно. Я не знаю ребята как здесь покупать дома. К сожалению цены на недвижимость я показать какие объекты здесь можно будет покупать или можно уже покупать или как их можно покупать ну никак это нельзя выяснить. А это к сожалению выбивает целый кластер из целиковой экономики этого проекта. То есть зарабатывать для чего тогда? Чтобы вкладываться в недвижимость или в движимость. Но много машин не купишь да и зачем вам много машин? Ну хотелось бы иметь дом в котором можно хранить какие-то вещи. Поселоч кстати прикольный. но к сожалению ничего не купить. Если это еще не прописано самой игре то тогда я не понимаю зачем открывать остров на котором нет возможности покупать недвижимость. Одну из самых главных целей этой игры. Но не самый главный. Вот тем не менее. Ну вот такой получился у меня обзор на этот проект. Больше показать пока что здесь нечего. Я показал основные направления этого проекта. Каких-то криминальных баз здесь еще нет. В группе ВКонтакте еще только набирают и раздают эти базы. Также идет набор медиков в полицию. в общем пока еще только в стадии набора. Так что если кто-то заинтересовался подобным проектом обращайтесь в группе ВКонтакте идет полноценный набор. Вас куда-нибудь допримут. Ну а если подводить какую-то черту после этого обзора то этот проект оставил у меня какое-то странное впечатление. Я не могу сказать что прямо очень плохой проект ну и также не могу сказать что зацепил меня этот проект какой-то он неоднозначный да это какая-то авторская тема если кому-то понравилось то милости просим остров открыт открыт недавно заходите играйте но у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго до 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 Продолжение следует...